Всем привет, девочки мои! Начинаю новый блог. Начинаю на улице. Почему? Потому что у нас выключили свет с утра пораньше. Не рано, в этом 10 часов. Но в любом случае, как раз только дела начинают делать, и света нет. Позвонила, сказали до пяти. Смотрю, внизу копошатся электрики. Спросила, говорят, до обеда. В общем, телевизор не посмотришь, холодильник не откроешь. Можно открыть, но он будет размораживаться быстро. Решила прогуляться я. Хочу сходить в магазин. Хотя я не знаю, если в магазинах рядом лежащих нет света, то и магазины тоже будут закрыты. Но пройдусь на всякий случай, посмотрю. Во всяком случае, сегодня солнышко. Хоть и свежо с утра. Но раз солнышко, и метров сильного нет. Ветер есть не сильный. Так, рядом у нас магазин закрыт. А там. Решила прогуляться по воздуху. А что делать? Все равно посмотрю нужные мне вещи. Обычно времени не находится на все это. А тут, может быть, что-нибудь куплю важное. Дошла я, девочки, до магазина. Ваш дом. Смотрю, они открытые. У них там генератор работает. Ну, я обрадовалась. Взяла там по мелочи то, что мне нужно. Там шпаклевочку, красочку там небольшую. Ну, еще там что-то по мелочи взяла, набрала. До кассы дошла. А косирша говорит, а у меня касса не работает. Пытаемся сделать, чтобы она стала рабочей. Но не тянет, видно, генератор. Компьютер не работает. В общем, оставила пока это там корзинку. Не знаю. Иду домой, назад. Буду ждать, пока дадут свет. Для того, чтобы пойти и забрать все это. В общем, пока гуляю. В общем, гуляю, девочки. Что делать? Сейчас потихонечку подышу воздухом. Наверное, домой вернусь. Буду ждать, пока дадут свет. Потому что, если нету света у нас, то и в магазине, который рядом, тоже света нету. Во всех магазинах. Да, как мы к электричеству привыкли? Так привыкли, что просто, я не знаю. Без света ни туда, ни сюда. И дома делать ничего нельзя. Телек не посмотришь и в магазин не сходишь. Прям не знаю, что и делать. Вот впереди стоит машина. И там электрики копошатся. Сейчас пойду спрошу у них, когда они свет дадут. В общем, электрики сказали, свет дадут после двух. Короче говоря, это еще часа полтора-два. Точно, ждать. Ну, что делать? На улице долго находиться делать нечего. Пойду, буду ждать дома, девочки. Ну, а что делать? Вот хорошо, что у меня есть винегрет. Я могу хотя бы, не разогревая, покушать винегрет. Ну, отбивную только холодную поем. Ну, ничего страшного. Что делать? Уже проголодалась и хочется пообедать. Девочки, в общем, сегодня сумасшедший день с этим светом. Я только поела, пообедала, включили свет. Я бегом побежала в магазин, в котором я оставила выбранный товар. То есть я пошла в магазин «Ваш дом», где продают стройматериалы. Взяла списочек, думаю, ну, может быть, что-нибудь там по мелочи куплю. Там кисточки, может быть, там красочку какую-нибудь. Ну, хотя бы там уже для окна. Там первоначально, когда уже соберусь начать ремонт, чтобы у меня уже было здесь в наличии что-то. Я выбрала товар, там был дежурный свет. На кассе пробить его не смогли. Всё, в корзинке оставила. Говорю, пусть лежит, пока свет не дадут. Прибегу, заберу. Побежала, забрала. Я вам покажу, что я там взяла. Вот, только прибежала домой, а у меня выводился фильм, видео моё выводилось. Короче, оно там что-то недовыводилось. Пришлось его заново установить на вывод, поставить. Пока это видео выводилось, я тут картошку почистила, поставила варить, пошла искупалась. В общем, привела себя в порядок. Тоже утром думала, свет выключили, вода идёт. Думала, могу, в принципе-то, да, я хотя бы там голову помыть. А фен-то не работает. А мне ж нужно это всё укладывать потом. Короче, вот такой вот день. И когда свет дали, я уже быстрее, скорее за то, за то, за всё хватаюсь. В общем, короче, всё сейчас сделала. Фильм уже успела проверить. Картошечку сварила, пюре сделала. Сегодня Настя будет у меня вечером после садика. Кстати, за ней сейчас уже буду одеваться и выходить уже из дома. За ней пойду. Сейчас быстренько покажу вам, что я там купила. Набрала, девочки, видите, вот эти все разные баночки. Ну, в общем, за всё это я заплатила 1271 рубль. И что я, собственно говоря, взяла. Взяла маленькую такую ванночку и маленький валик, потому что мне там по контуру окна красить. Ну, в общем, небольшой нужен валик. Взяла грунтовка акриловая. Что почём, я не помню. В общем, я в целом вам сказала, да, сколько заплатила. Краска интерьерная для стен и потолков. Это краска-водоэмульсионка, типа, ну, это как раз вот окно по контуру и под окном. А вот это, это эмаль для дерева. Это двери покрасить в туалет. Ну, и вот там, где двери, там, где вот эти входные. Шпаклёвка акриловая универсальная. Это я уже не помню. А, ну, это тоже на окне, там надо будет освежить. А это вот по дереву, вот там дверь вот эту тоже нужно будет, там где-то подмазать щели. Но там влагостойкая вот эта шпаклёвка. Это мне нужно будет как раз, там же и душ у меня всё. Ну, и вот эти кисточки, маленький такой шпатель, где в углах удобно будет этим узеньким таким делать. Малярная лента. И взяла наждачку, одну покрупнее, другую помельче. Всё это подчищать. В общем, в конце концов, окно и дверь туалетную я могу уже делать хоть сейчас. Как только будет время, я вот этим и займусь уже. В общем-то, мне по сути осталось купить обои, обоиный клей и решётку на батарею. Дочка сказала, что можно батарею не менять, а просто решётку на неё купить. И, в общем-то, собственно, и всё. Практически я всё купила. Почти всё. Ну, для комнаты, окна, двери, шкаф. Там надо будет сначала шкаф освободить, кладовку, которая вот там за занавеской, за красной находится. И тогда я посмотрю, у меня там старые обои, будут они сдираться, не будут. Если они там приклеены хорошенько, то я просто сверху поклею другие обои. А если они легко сдираются, то, может быть, я там просто покрашу краской. Ну, на тот шкаф, это уже потом, когда колёса вывезет дочка, тогда уже буду смотреть, что там буду делать. Вот так. Всё, девочки, одеваюсь, я помчалась, я за Настей. Ну что, девочки, вот так вот я и лётаюсь сегодня целый день. Какой-то день вот такой вот перевёрнутый. Я вообще люблю, когда всё идёт своим чередом, по очереди, с чувством, с толком, с расстановкой. А вот такая кутерьма я уже её не могу переносить. У меня уже голова идёт кругом. Кружится голова. Так, солнышко. Сегодня солнышко, воздух прогрело. На самом деле, я когда днём выскакивала в магазин, мне стало жарко. У меня под курткой была только кофта. А сейчас я надела только футболку вообще. Одну футболку и всё. Ну, сейчас нормально как раз то, что нужно. В общем, короче, пришла смска, что мой заказик Фаберлик пришёл. Надо ещё сейчас заскочить, забрать заказик. Скоро вы увидите, что я там заказала. Вот. Ну и, в общем, бегу. Солнышко меня радует. Я радостная. Вот так вот быстренько-быстренько бегу, лечу. Пошла по переулочку. Здесь уже подсохло, но здесь хотя бы тише. А возле дороги очень шумно. Машины ездят. Я сейчас к дороге подхожу и выключу камеру. И помчу. Быстрее ветра. Красиво, когда солнышко светит, да? Здорово. Люди вышли прогуляться. Все рады, что погодка наладилась чуть-чуть. Ну и я ж, конечно, рада. Очень-очень рада. Ну вот, мы с Настей пришли домой. Настя хотела с вами поздороваться, да? Всем привет! Привет! Сейчас мы хотим показать вам, что за заказик Фаберлик мне пришел. Вот, девочки. Значит, заказала я своему сыну шампунь и гель для душа. Короче, я не могу это прочесть по-английски. И такой же точно дезодорант заказала и шампунь гель для душа. В общем-то, ему нужен был шампунь и гель, но по акции получается дешевле, то есть, собственно говоря, можно по-другому сказать, что дезодорант получается сюда в подарок, то есть вот этот комплект берешь и дешевле получается. Ну, в общем, заказала. Девочки, заказала я вот такую ночную маску для лица. Я люблю Сеул. Это вот корейская косметика. Ну, она мне нравится. У меня есть такая смывка, умывалка, есть у меня крем для лица. Ну, вот я что-то захотела попробовать вот эту масочку. Я думаю, что мы эту масочку с вами протестим. Она вот такая, беленькая, обычная. Протестим и я вам скажу потом, как мне эта маска понравилась или нет. Вот такая масочка хорошенькая. Ещё я для лица заказала вот такой карандаш. Это не для лица, а для бровей. Коричневый карандаш. Вот он такого цвета. Коричневый. Для бровей. Татуаж я делала уже два года, ровно два года назад. А вот это кисточка для бровей. Ну, и попробую как-нибудь тоже вместе с вами протестим этот карандаш. Подрисовать мне брови или не подрисовать. Это вы мне потом уже скажете. Вот такая гигиеническая помада. Это объёмная. Она блестящая, придаёт объём. Мне нравится. Я такую заказала себе. Заказала крем мыло для рук. У меня такой уже был. Но только у меня был с кокосом. Ну, внучке нравится как запах кокоса. Ну, тут я решила взять с миндальным молочком. Роскошная мягкость и питательное такое вот мыло. Ну, для разнообразия взяла такое. И взяла ещё такое мыло. Тоже попробуем с внучкой. Ну, это с запахом земляники. Клюква и земляника. В общем, мыло быстро у нас заканчивается. Мы моем руки часто, девочки. Девочки, заказала я себе вазу. У меня тут недавно был день рождения, знаете. У меня хрустальные вазы. И вот я что-то решила себе взять какую-нибудь другую вазу. Вот эта ваза 23 сантиметра с широким горлышком, высота 23 сантиметра. Там была вазочка поменьше, но мне показалось, что мне нужно 23 сантиметра взять. В общем, посмотрим. Ну, пускай будет у меня такая вот беленькая для разнообразия. Кстати, моей дочке для интерьера она такая подошла бы. Да. Такая хорошенькая. А еще, девочки, взяла я и заказала себе пазл. Забавные котики. Ну, я так думаю, что это там вот этот рисунок надо будет делать. И там 300 вот этих вот штучек, пазликов. Ну, мне кажется, что это будет интересно составить. Ну, я думаю, мы с Настей, наверное, попробуем. Настя, захочешь попробовать? Попробуем его сегодня пособирать. Ну, и напоследок, это у нас каталог. Так, это уже следующий у нас будет каталожик. Тоже полистаем. Много интересного что-то нужно будет заказать на следующий раз. Ну, и все. Вот такой вот у меня обзорчик сегодня. Все, мы с Настюшей садимся кушать. Пюре, сосиску, помидорку. Приятного аппетита. Ну, что, мы покушали и мы готовы собирать вот эту картинку. Так, картинка вот она. Вот так. Тут даже вот эта надпись там будет на пазлах. Представляете, какой большой кулек. Вот, пакетик такой огромный запаянный. Вот это вот так много пазлов. 300 штук, 300 деталей. Картинка 34 на 50. 6 плюс. Ну, попробуем с Настей справиться. Классно, да? В общем, девочки, мы сейчас вот эти все штучки разложили. Пазлики. Положили их примерно вот по одной категории. Вот тут розовый с окантовочкой. Да, но сначала вам картинку покажу. В общем, начинать будем мы с левого верхнего угла. Потому что здесь идет такой темно-розовый. А тут уже светло-розовый идут. В общем, вот эта картинка у нас с розовой вот этой штукой. Вот нашли мы ровный 90 градусов угол. Темно-розовый. И вот это будет у нас находиться здесь. Ну и дальше начнем уже складывать. Тоже по цветам. Мы уже немножко распределили по цветам чуть-чуть. Белые-то на грудку пойдут. Вот это у нас надпись там в правом верхнем углу. В общем, сейчас начнем собирать. Конечно, для этого лучше бы взять большой огромный стол. Было бы удобней. Ну, попробуем сейчас здесь как-то уместиться. Да? В общем, девочки, мы с Настей только вот контур сделали. И то еще не до конца. Но даже Насте это уже поднадоело занятие. Тут, конечно, надо головоломку, голову ломать. Ну, это все сейчас остается. Я сама потом попробую еще пособирать этот пазл. Конечно, лишь бы время у меня было. Ну, завтра, надеюсь, будет чуть-чуть. Вот. И все. Настя тут ходит вокруг, да, около. Она уже оделась. Ждет уже. Родители должны вот-вот уже подъехать, да? Да. Все. Она уже переоделась в джинсы, футболочку. И все. Осталось свитерок надеть, кофточку. И идти обуваться, да? Угу. Ну, вот и закончился сегодня суматошный был день, девочки. Наконец-то он закончился. Сын пришел, Настю забрал. Все. Кое-что он мне сказал. И у меня планы на завтра поменялись. Но что я буду делать завтра, об этом вы уже узнаете завтра. Мне нужно еще это все переварить в голове, чтобы у меня все устаканилось. И тогда завтра уже я вам скажу, что пазлы я сейчас собрала. В общем, контур сделать сделала. Но я так поняла, что это не быстрая песня. Я, честно говоря, большие пазлы никогда еще не собирала, не приходилось. Но я так поняла, что для этого нужно отдельно стол иметь, который вам не нужен для каких-то работ. Чтобы там по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день собирать и все это собрать. Для этого нужна куча свободного времени, чего у меня точно не хватает. Вот. Ну, а вот когда свет отключают, если вот на улице светло, ну, освещение есть. Вот самое время. Телевизор не работает, ничего делать невозможно. Как раз сидеть и пазлы собирать. Ну, пазлы я решила отложить пока в сторону. Мне не до пазла сейчас. У меня голова занята другими мыслями. Все, я сейчас уже ложусь отдыхать. Сегодня очень суматошный был день. Вот такой вот, такая голова. Я не люблю, когда такой вот бардак. Все как-то не по порядку. У меня должно быть все устаканено. Все должно быть по полочкам. А тут все как-то вот в попыхах. Все сбухты-барахты. Вот такой день выдался сегодня. Ну, что поделать. Сейчас я заварила чаек спокойной ночи. Попью чаек. Кстати, бальзам, вот этот бальзам суставы мне очень понравился. Я еще такой же возьму. У меня уже пол бутылочки осталось. Я пью его два раза в день. По две столовые ложки. Вот. И сейчас попью, лягу отдыхать, посмотрю телевизор, буду спать. А завтра уже проснусь утром. Я к вам вернусь с новыми силами и с новыми мыслями. Все. На этом, девочки, пока. Спокойной ночи. Всем доброе утро, мои хорошие. Я проснулась. Девочки, проснулась сегодня. Ни свет, ни заря. Еще пяти часов не было. Потому что, потому что я только проснулась, глаза открыла. И я сразу вспомнила, что сегодня мне предстоит. И все. У меня уже сон, как рукой сняло. Я уже кофе попила, пока посидела тут, подумала. И, в общем, что я вам хочу сказать. Что у меня сегодня предстоит. Начало ремонта, девочки. Первое апреля сегодня. И я решила начать ремонт. Ну, вы, наверное, уже догадались. Потому что я вчера купила краски, кисточки и все такое. Но, правда, я немножко позже планировала начать. Но вчера мне сын сказал, что в субботу Настя будет с кумовьями. Поэтому у меня впереди буквально вот несколько дней есть свободных от внуков. Я надеюсь, дочка там уже тоже определилась с субботой. Я ей сказала, что субботу буду с Настей. Поэтому я думала, что она ничего на субботу не планировала. В общем, короче говоря, моя задача сейчас найти сначала мне одежду рабочую. Ну, какой-то костюм, который мне не жалко будет вымазать, если что, там в краски, всякие шпаклевки. И чтобы мне удобно было в этом работать. Подостаю, где у меня там лежит. У меня там еще старый какой-то был комплект. Может быть, что-то новое надо будет найти. Нужно будет найти мне еще и достать кисточки. Там шпателя у меня еще с ремонта остались. Еще с дочкиного ремонта я их где-то в кулечки положила. Нужно будет это все достать, приготовить, посмотреть, что у меня есть. Но, в принципе, я думаю, что на начало у меня уже все есть. Начинать я буду с окна, потому что, ну, после этого нужно будет клеить обои. Но обои клеить я буду позже, потому что окно надо будет сделать, дверь в туалет там надо будет замазать, покрасить. В общем, внутренние вот эти работы. Начну пока с этого. Обои у меня останутся уже на самый последок, при том, что я еще обои не покупала. Но все равно я надеюсь, что все-таки ремонт я завершу. Я так надеюсь, что я завершу к концу месяца. По крайней мере, вторая половина месяца. Это у меня уже будут обои. Потом резину, когда заберет дочка, менять колеса будет. И тогда уже я в конце, в самом конце доберусь до кладовки. Но на сегодняшний день, сейчас я не хочу забегать вперед, на сегодняшний день у меня окно. Там нужно будет мне где-то отколупалось, подзамазать, подготовить все это. Красить я сегодня, наверное, вряд ли буду, наверное, вряд ли успею. Дело в том, что еще у меня солнце выходит прямо в окно где-то после обеда. Поэтому нужно будет вставать пораньше, чтобы до обеда мне с окном управиться. Но я думаю, что в крайнем случае, вторая половина дня, если у меня будут еще силы, я могу вполне заниматься дверью. Ее надо будет сначала там подшпаклевать, дать этому делу всему высохнуть, на другой день уже там красить. В общем, все это буду делать я потихонечку, постепенно, не торопясь, так как сил у меня сейчас уже не так много, как это было раньше. Я вообще последний раз делала ремонт окна, да, наверное, лет 7-8 назад. В принципе, и двери тоже лет 7-8 назад. Вот тоже я шпаклевала, красила. Но так как там влага, все это постепенно, постепенно где-то уже нужно все это обновлять. В общем, косметический ремонт. Ну, самое главное начать, по-моему, это самое главное начать. И потом она уже поехала, поехала и потихонечку все это будет делаться. В общем, это видео я сейчас хочу завершить и снова видео уже начать, как говорится, ремонтные работы. Я думала сначала, в каком формате мне это все снимать, потому что сложно, конечно, помимо всех прочих дел. Никто не отменял мне монтаж, вот нужно будет этим заниматься, там, то покушать себе, приготовить. Ну, какие-то такие вот повседневные дела делать нужно будет еще параллельно. Ну, я думаю, что утро у меня будет начинаться все-таки с ремонта, свежие силы. Что успею сделать, сделаю. Что не успею, буду потихонечку откладывать это все. Постепенно, по чуть-чуть я буду это делать. Самое главное начать, а потом уже, знаете, как это бывает. Потом оно как пошло, как поехало. Вот так вот. Ну, в общем, можете меня поздравить. Не столько с 1 апреля, сколько с началом строительных работ, с грязных работ и с началом ремонта. Да, давно я не делала. Я так уже подумала-подумала, наверное, где-то лет 7-8 это так. Потому что, ну, я уже вот с тех пор, как я заболела, прошло 6 лет, а ремонт я делала до того, как я заболела. Ну, тогда я была шустренькая, быстренькая. Все это я делала, делала сама и, в общем, могла с утра до вечера этим делом заниматься. Поэтому у меня все это проходило как-то быстро, незаметно. И не чувствовала я там усталости никакой. Усталости вообще не было тогда никакой. Ну, а как сейчас, вот я со своей спиной это буду делать, посмотрим. Ну, я вчера собрала, в общем, пазлы все в коробочку. Потому что новая информация, которую мне дал сын по поводу того, что вот у меня несколько дней до среды, по-моему, у меня будут свободными. До вторника. Вот, ну, по крайней мере, я уже смогу окунуться, в общем, с головой в эти строительные работы и думать уже только об этом, а не о том, что нужно бежать и внучку забирать. В общем, не буду я вас долго томить. Это видео я хочу закончить и новое видео начать уже с новыми, как говорится, задачами, поставленными перед собой. Так что заходите в мои последующие видео. Я, скорее всего, буду опять это снимать в форме, в виде, наверное, влога. Как обычно, у меня влоге будет попадать все. И что я ем, что я готовлю, что купила, что сделала. И будет вот так вот по чуть-чуть я буду показывать вам, что я сделала из ремонта. Потому что, ну, снимать целое видео один ремонт, при том, что он у меня очень будет сильно растягиваться, я думаю, что это будет не то. Вот. Ну, посмотрим, короче говоря, что получится, то получится. Жизнь продолжается, дела продолжаются, дел стало больше, задач стало больше. Появился какой-то интерес, какой-то азарт, я люблю вот что-то, что-то новое. И, в общем-то, я сейчас переключаю свой мозг буквально на этот весь ремонт на свой. Ну, а с вами я хочу попрощаться в этом видео. Сегодня же я начну новое видео. И в новом видео уже покажу вам окно, дверь, в общем, все, что мне нужно будет сделать, вы уже увидите буквально в подробностях. Не пропускайте видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И все, девочки, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok